Всем привет! Глянул я тут на статистику видео об американском психопатии и очень удивился. По многим причинам. Не ожидал, что вам подобный формат хоть как-то зайдет. Но раз уж такие дела, то готов представить вам новый разбор. В этом видео я расскажу о вступительной сцене из фильма Drive. Эта сцена буквально заставляет нас грызть ногти от напряжения. Если смотрели фильм, то понимаете о чем я говорю. И хотя визуальный стиль здесь тоже играет немаловажную роль, главными героями в этой сцене выступают именно звуковой дизайн и монтаж. Звуки наслаиваются друг на друга, а монтаж четко показывает нам концепцию времени. Для создания саспенсов или по-другому эффекты напряжения необходимо три главных элемента. Последствия, неуверенность и время. Удалите любой из них и все тут же развалится. Саспенс не получится. В Drive и сценарист Хосе Намини и режиссер Николас Виннин Крёфон показывают бесподобный пример того, как правильно создать эффект напряжения. В этом городе 100 тысяч улиц. Вам не обязательно знать маршрут. Прежде чем мы хоть что-то с вами видим, наше внимание сосредотачивается на низком ритме в саундтреке. Этот ритм словно учащенный сердцебиение, но в тот же момент он достаточно спокойный и сдержанный, как и наш главный герой. На первом кадре сразу же демонстрируются элементы, которые раскрывают характер главного героя, а именно карта и методичное планирование всевозможных вариантов отступления. Диалог сразу устанавливает временные рамки, которые важно соблюсти для идеального совершения плана. Здесь же мы видим баскетбольную группу по телевизору. Кажется, что она здесь абсолютно случайна. Но хочу сразу сказать, что в кадре никогда нет случайных вещей. В дальнейшем вы поймёте, что это очень важная деталь. Медленное и еле заметное движение камеры чуть подробнее знакомит нас с миром за окном. Вся эта сцена идеально отражает спокойствие и собранность главного героя. Затем музыка усиливается. Добавляется щелчок. Этот бит, словно метроном, помогает главному герою нам ориентироваться во времени. Название трека вы сейчас видите на экране. И вот что о нём говорит режиссёр фильма. Музыка, которую вы слышите, это тиканье часов. Идея была в том, чтобы вы ни на секунду не забывали о времени. Напряжение нарастает. Даже несмотря на то, что водитель, казалось бы, совершенно хладнокровен. В машине добавляется новый звук. Комментарий к баскетбольному матчу. Да, я же говорил, что тот кадр не был случайным. Он тоже играет свою роль. Когда мы будем слушать игру, обратите внимание на то, в каком контексте упоминается время. Водитель подъезжает к незначному месту. Когда грабители входят в здание, добавляется ещё три новых звука. Секундомер, будильник и полицейский сканер. Образуется настоящая какофония. Напряжение нарастает. Водитель увеличивает громкость радио. В этот раз мы получим обновлённую информацию об оставшемся времени в игре. И это время словно предвещает то, как скоро полиция определит местонахождение водителя и грабителей. Рёфон просто мастерский и создаёт ощущение нарастающей опасности и непрекращающегося течения времени. Нам ни на секунду не дают забыть, что время играет главную роль в успешном выполнении плана. Когда водитель открывает дверь, в какофоне добавляется ещё два звука. Звук предупреждения об открытых дверях в машине и полицейской сирены вдалеке. По сканеру мы слышим, насколько близко подобралась полиция. Наконец-то они скрываются с места преступления. Но уже поздно. Сканер засёк их автомобиль. Чтобы машину не заметили, водитель останавливается и прячется. Заметьте, что в этот момент звук снижается до минимума. Это сделано специально для того, чтобы подчеркнуть тишину. Пока мы затоев дыхание ждём, что полиция потеряет след. Теперь к погоне присоединится ещё и вертолёт. Водитель открыт и уязвим, поэтому в музыке появляется резкий тон, подчёркивающий момент повышенной готовности. Водитель со всей силы давит педаль в пол. Звук усиливается ещё ярче. Благодаря статической камере и отсутствию эмоций нашего главного героя, именно звуковой дизайн и монтаж используются для создания пиков и спадов в этой невероятно захватывающей погоне. И снова, когда водитель прячется от полиции, давящая какофония звуков исчезает, оставляя после себя лишь пустоту. Но когда водитель выезжает на улицу, звук опять бьёт нам в уши и заставляет сердце биться чаще. Камера фокусируется на патрульной машине, а вместо звука мы слышим голос полицейского, что предупреждает о мастоположении разыскливаемой машины. В этом кадре используется голландский угол. Водитель наконец попал в ловушку. И без тени сомнения, главный герой делает свой ход. Интенсивность баскетбольной игры на фоне нарастает. Двигатель машины набирает обороты. Комментатор отслеживает последние секунды баскетбольного матча. Водитель заезжает на арену и скрывается в толпе фанатов. План сработал идеально. Во вступительной сцене драйва минимум диалогов. Но благодаря звуку и монтажу, режиссёр Николс Виннингрёфон создаёт невероятно сильное напряжение, из-за которого очень сложно усидеть на месте. Это отличный пример того, как необходимо работать со звуком и монтажными склейками. Особенно в тех моментах, когда чрезвычайно важно показать уязвимость и неопределённость. А на этом всё. Надеюсь, я смог показать вам драйв под совершенно другим углом. И у вас появится желание самолично разобраться в тонких нюансах режиссёрской работы этого прекрасного фильма. Если понравилось видео, то обязательно оцените его и напишите в комментариях, стоит ли мне продолжать разбирать популярные фильмы. Если хотите что-то добавить к разбору, то тоже не стесняйтесь. Пишите свои мысли. Спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока.